Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Как правило, в крупных камнях чаще встречаются дефекты, напрямую влияющие на их стоимость, но не в случае этой драгоценной груши. Единственная претензия, которую предъявляют бриллианту, это выбор украшения, к которым он стал. По мнению пользователей, гораздо лучше настолько крупный экземпляр смотрелся бы в качестве подвески или центральной части короны. Впрочем, кто знает, возможно, новый хозяин камня уже придумал для него совершенно другой дизайн. Долгое время крупнейшим в мире считался прозрачный бесцветный бриллиант «Звезда Африки» с массой более 530 карат, считающийся бесценным. Он украшает королевский скипетр Великобритании и хранится в лондонском Тауэре. До обработки масса алмаза составляла 3106 карат. Его нашли в Южной Африке в 1905 году и назвали «Кулинан» в честь владельца шахты Томаса Кулинана. При обработке его раскололи более чем на 100 частей. В последнее время покупатели ювелирных украшений все чаще предпочитают искусственные бриллианты настоящим. Они стоят дешевле, их производство безупречно с этической точки зрения. Бриллианты, выращенные в искусственной среде, это одна из тех разрушительных технологий, которая в ближайшие 10-15 лет необратимо повлияет на индустрию добычи алмазов, говорится в исследовании City Research. Блумерк приводит пример искусственно выращенного бриллианта-огранки. Груша весом 2 карата канарейчного цвета, который обошелся владельцу генеральному директору одной из консалтинговых фирм Лос-Анджелеса в 22 тысячи долларов. При этом камень ничем не отличался от своего натурального собрата, который стоит минимум в три раза дороже. Сегодня на рынке драгоценных камней, где особенно ценятся цветные бриллианты насыщенных оттенков, стоимость желтого бриллианта весом в один карат достигает 35 тысяч. Важно и то, что кристалл, выращенный в лаборатории, сохраняет все физические и химические свойства природного алмаза, в отличие от фианита, который лишь имитирует его. Для производства искусственных алмазов графит помещают в огромную печь, размером с комнату, наполненную метаном, раскаленным до состояния плазмы. В результате образуются алмазные кристаллы, которые постепенно увеличиваются в размере. Процесс занимает до 10 недель. За последние годы технология синтеза была настолько усовершенствована, что специалисту не удастся отличить искусственный камень от природного, невооруженным глазом. При этом лабораторные бриллианты никак не назовешь кровавыми, а ведь именно так часто говорят в отношении настоящих алмазов. Например, журнал «Тайм» в своем последнем номере вынес это определение прямо на обложку, анонсируя репортаж о том, какие нравы царят на алмазных шахтах в Конго. Использование детского труда, постоянный бандитский передел рынка. В исследовании отмечается, что представители добывающего бизнеса, хоть и признают высокое качество искусственных алмазов, все же надеются, что покупатели считают их ненастоящими и неправильными. Это подтверждает официальное заявление крупнейшего производителя алмазов в мире, компании «Дебирс». Ценность бриллианта неразрывно связана с историей происхождения и формирования каждого конкретного камня с его эмоциональной нагрузкой, чего начисто лишены бриллианты, выращенные в проверке. Но, похоже, не все покупатели разделяют это мнение. По данным голландской консалтинговой компании, лишь 45% американцев в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают натуральные необработанные бриллианты. Остальные готовы платить меньше и носить красивые, пусть и настоящие, камни. В результате доля искусственных алмазов на рынке хоть и невелика, но постоянно растет. Натуральных алмазов в мире сейчас добывается около 145 миллионов каратов в год, но эта цифра постоянно снижается, а цены на них падают. Та же «Дебирс» недавно объявила о снижении цен на алмазы на 9%. Другие производители алмазов также пересматривают цены и объемы поставок. Главная причина – уменьшение продаж ювелирных изделий по всему миру. Иными словами, в судьбе бриллиантов сейчас наступил не самый блестящий период. Одной из основных причин глобальных проблем стал кризис, обусловленный переизбытком запасов алмазов. У трейдеров скопилось излишнее сырье, а предложение бриллиантов превысило спрос. Один из аналитиков, Пол Земниски, подчеркнул, что такая перенасыщенность привела к слабым продажам. Тем не менее, рынок к концу года медленно новуправляется. Крупнейшим алмазодобывающим игрокам ничего другого не оставалось, как сократить продажи сырья, чтобы создать необходимый дефицит товаров и способствовать сведению к нулю избыточного предложения. И вишенка на торте. Прямо на наших глазах рождается новая рыночная история. Мы можем наблюдать выход в свет выращенных бриллиантов. Для продвижения своего продукта маркетологи используют агрессивные способы. Представители выращенных бриллиантов взяли на вооружение популярный тренд и стали называть свой товар эко-бриллиантами, настраивая публику против природных камней. Хотя такая игра может обернуться против тех, кто ее начал. Если рухнет спрос на натуральный продукт, то пострадает и его синтетический аналог. Поэтому в будущем наилучший выход при позиционировании таких собратьев – это стратегия уживаться мирно и вместе. Наивно полагать, что интерес к новым камням как к стекляшкам утихнет, доля занимаемого ими рынка будет только увеличиваться. До 2000-х годов Дебирс вливала до 200 миллионов долларов в год, чтобы продвигать бриллиант в качестве товарной категории. Старания не прошли даром. Необходимость дарить бриллианты записана у многих на подкорке. Миллениалы не любят украшения так, как их предшественники. Молодые часто готовы довольствоваться с точки зрения драгоценности малым. Их больше, чем устраивают умные часы, например. Поэтому перед всей отраслью стоит непростая задача по продвижению ювелирных украшений в качестве интересного, а возможно и интеллектуального продукта среди не только миллениалов, но и их уже подрастающих детей. Сферу бриллиантов лихорадят от экономических кризисов, давление выращенных собратьев и безразличие молодежи. Рынок камней во многом зависит от результатов продаж в предпраздничный период. У трейдеров есть надежда, что спрос подрастет, и уровень запасов приблизится к балансу. Но для устойчивого развития нужны глубины изменения и стабильность. А, как правило, быстро это не происходит. Алмаз известен благодаря своей твердости, именно твердости, а не прочности. Алмаз можно оцарапать только алмазом, но при этом можно сжечь или разбить. Поэтому камень долгое время не могли обрабатывать. Технология огранки алмазов была открыта только в 15 веке индийскими ювелирами. Они дробили мелкие алмазы в порошок, а потом наносили его на вращающийся шлифовальный диск. Так кристаллы алмаза получали грани, в которых преломлялся свет. Красота и качество бриллианта описываются с помощью четырех характеристик. Цвета, чистоты, огранки и каратности. Все они регламентируются сертификатами разных лабораторий. Самые доступные из цветных бриллиантов – желтые. Затем идут розовые, зеленые и голубые. Красные – большая редкость. Цена за карат даже для камня размером со спичечную головку колеблется в районе миллиона долларов. А черные бриллианты – маркетинговая уловка. Камней такого цвета в высоком качестве просто не существует. Они интересно работают как вспомогательные камни в контрасте с другими, но собственной ценности у них нет. Стараясь минимизировать отходы и учитывая чистоту сырья, специалисты выбирают форму огранки. Самая популярная – круглая. Но также бывают формы маркиз в форме лодочки, овал, груша, принцесса, сердце. Выбор типа огранки не сказывается на красоте бриллианта, но немного отражается на его стоимости. Чем больше бриллиант, тем он дороже. Каратами в древности называли зерна распространенного на востоке дерева. Ими местные торговцы самоцветами пользовались для взвешивания товара. В случае с бриллиантами прежде всего стоит опираться не на моду, а на личный вкус. Таким был этот день, как его увидели мы здесь, в редакции РТН. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин